Бренд, который любят все, и даже инфлюенсеры, и даже те девушки, которые предпочитают носить люкс, они также любят Зару. Мы сейчас находимся в Дубае, я на шопинге для клуба шпаголиков, и сейчас хочу пригласить вас вместе со мной посмотреть, какие тренды на текущий ближайший сезон есть уже в Заре, потому что Зара внедряет все коллекции максимально быстро, и мы можем все тренды вот как на ладони здесь смайлить. Поэтому я предлагаю пойти, посмотреть, что актуально будет в текущем сезоне, сделать примерки и, возможно, даже уйти с покупками. Ты смотри это видео до конца и увидишь, какие образы мы соберем к осени и не только. Меня зовут Ксения Румуль, и я стилист, а также байер. 13 лет назад так полюбила заграничный шопинг, что создала свое сообщество клуб шпаголиков, и сейчас мы с командой уже летаем в разные страны, делаем обзоры в бутиках, в магазинах, находим самые классные скидки в аутлетах. Все это транслируем в наших телеграм-каналах, ссылки на них вы сможете найти в описании под этим видео. Присоединяйтесь. Как всегда, мне, конечно, поражает размер помещений в Дубае, все огромное, большое, комфортное, не как в Европе. Очень интересная зона, отдельно входишь и сразу такой налево кружок, здесь не так много висит вещей. Значит, что-то здесь должно быть такое явное, либо супертренд, либо эксклюзив, посмотрим. Ну, первое, на что у меня сразу упал глаз, текущий тренд сезона, цвет винный, который сейчас был в показах в огромном количестве. И вот Зара, конечно же, сразу взяла это на заметку и реализовала в классном кардигане. Укороченная форма, причем предлагает сразу Зара нам вариант с денимом. Деним сейчас также остается с нами, еще, я думаю, будет долго. И Total Denim Lucky также, кстати, смотрите, как классно будет вместе уже все это тоже дело сочетаться. Тренд, который еще не ушел, а еще пока активно у нас с вами присутствует, это балетки. Здесь два тренда одновременно, балетки и цвет бургунди. И интересная форма плоских балет, вообще плоская обувь, плоские кроссовки, актуальные такие с маленькой подошвой. То же самое, кстати, балеток сейчас очень актуальны. Не скажу, что это суперудобно, если честно, это не очень полезно для наших ног. Но тренды есть тренды, хотя был бы скрытый каблучок, было бы, наверное, лучше. Кроме балеток сразу, мой взгляд, падает на сумку, которая тоже красивого. Причем вот оттенок, он действительно выглядит очень дорого, так глубоко и интересно. Не просто базовый черный, а вот с таким, причем на самом деле он очень темный. Он не выглядит, что это какой-то действительно бордовый. И если страшно использовать цвета трендовые в виде бургундию, где-то близко к лицу, в виде, вот, например, как мы видели только что кардиган, то, конечно, прекрасным решением будет использовать трендовый цвет в аксессуарах и быть на пике моды. Полусолнышко получается. Но необычная форма, не просто вот эта классика сейчас очень актуальна, поэтому я рекомендую прям присматриваться к таким моделям, потому что образ просто будет очень интересным. Кружево, легкие ткани, шелк. Сейчас, наверное, самый большой тренд именно на кружевные изделия и полупрозрачность. То есть полупрозрачность на подиуме была и будет, и на самом деле это классно, потому что это женственно, но не слишком нарочит. Если мы, например, наденем здесь свитшот более, ну, такой спортивный, кожуальный, перекроем, конечно, всю эту красоту, но получится более носибельный для ежедневных дней образ. Вот, кстати, та же история. Дальше идем. Полупрозрачная ткань. Вот я как раз о таких вариантах говорю. Вот если про свитшоты мы говорим, это с нами сейчас будет достаточно долгое время. А здесь еще интересный момент. Эффект многослойности. Многослойность, она, мне кажется, уже, это такой эффект базовой одежды. Это не то, чтобы там тренд, не тренд, но она с нами есть. Это просто делает образ интересным, не скучным и не таким прям базовым, что ли, назовем это так. А вот, кстати говоря, тот же тренд, тренд пола в пуговичке миу-миу. В своих показах очень много использовала такие вот утонченные, прилегающие к телу пола. Теперь мы видим уже в заре, тоже можно приобрести такие истории и миксовать. Кстати, это тренд на женственность, на более силуэтная форма, небольшой оверсайз. Теперь он постепенно сменяется более приталенными силуэтами, точнее, даже не более приталенными, а прям приталенными силуэтами. Потому что, например, футболки, самые трендовые футболки сейчас из 90-х, когда действительно они уже так идут в обтяжку. Но при этом важно, чтобы не весь образ был вот в этом обтягоне, а важно комбинировать. Если это более обтягивающий верх, тогда либо это какой-то мини-юбка, короткая будет действительно смотреться актуально, либо это более широкие расслабленные джинсы. И тогда на разнице фактур это тоже будет выглядеть более интересно. Нужно смотреть, как предлагает Zara. Две вещи висят рядом. Здесь такая же история, что здесь юбка, она не обтягивающая, то есть это юбка, расширяющаяся к низу. Разница кроя, это будет уже действительно играть интересная. Собственно, смотрим, как еще Zara все это предлагает, потому что Zara сечет в том, что и как с чем сочетать. Не зря они создают, быстро, кстати, они создают коллекции, и вообще не настолько часто у них вводят, наверное, как ни в каком другом бренде, потому что Zara это фаст фэшн, им нужно быстро брать тренды, им нужно быстро их реализовывать, по-моему, на создание одной коллекции у них уходит две недели. О силуэт, о нем тоже хочется рассказать чуть-чуть подробнее. Здесь я, конечно, взяла не конкретный пример о силуэта, но намек. Сейчас на показах было очень много вариантов, это я так сказала бы, наверное, вот те, кто любил оверсайз и любит оверсайз, а поскольку он сейчас постепенно у нас уходит, и на смену ему приходят женственные образы, но при этом стилисты и дизайнеры оставили нам идею о более круглых формах. И о силуэт, вот как раз эта жилетка, она опять-таки стоит на фронте, где самые-самые вот такие последние поступления Zara, и они как раз показывают нам, что вот этот о силуэт будет классно смотреться, причем здесь сочетание с брюками. Ткань очень похожа на ткань, с которой были много карго-брюк, но карго, к сожалению, сейчас уже слишком, вот уже стали все в них ходить, они, конечно, уже вышли из тренда, поэтому если думаете о покупке их, лучше не покупайте, потому что это уже пик этого тренда закончился, прошел. Если есть, можно носить, интегрировать, но лучше не инвестировать в эти покупки в свой гардероб. А вот такой вот о силуэт сейчас будет очень актуален. Так, у меня уже место начинает потихонечку заполняться. Сейчас мы Юлю нагрузим. Это лето, взорвали жилетки. Есть, я думаю, что, ну, если у вас нет жилетки, напишите мне в комментариях, пожалуйста, что типа, фу, нет, жилетки никогда не будут пать. Но на самом деле столько я видела их на улицах, столько я видела их в Пинтересте, в Инстаграме, но это здорово, я сама очень люблю жилетки. У меня их в нескольких расцветках есть разные варианты, но хочется мне обратить на асимметричность. Это не классика. То есть, если мы говорим про классические жилетки, на пятке вот в этой трендовой зоне у нас стоят самые-самые-самые такие позиции, которые только пришли. И вот очень классный вариант. Жилетка нетривиальная. С асимметричным кроем выглядит интересно, стильно, трендово, актуально. С чем сочетаем? Сочетаем с брюками, сочетаем с юбками. На самом деле универсальная вещь. Плюс еще можно сделать с ним многослойный образ. То есть, мы не застегиваем полностью или носим самостоятельно, а, например, надев под низ футболку, майку, топ. И это тоже уже два слоя будет смотреться интересно. Вообще хочется отметить, что в показах было очень много вариантов, даже если мы говорим про костюмы, про сочетание жилетки, костюмное грубое сочетание жилетки, и чаще всего с юбками, а не с брюками. То есть, сейчас действительно идет тренд на вот эту женственность. Маскулинность, она немножечко отходит на второй план. Она не уходит. И тем более, если это есть ДНК вашего стиля, в таком вашем образе, стиле жизни, безусловно, это остается. И мне здесь хочется обратить внимание вот на такой сет жилетки. Посмотрите, какой необычный крой. Что здесь из трендовых деталей? Жилетка, само собой, актуальна. Завязки, то, что сейчас тоже очень актуально. А еще сочетание необычных фактур. Безумно сейчас вот это заходит. Плюс еще легкая небрежность, необработанный край. Сочетание с таким классическим карманом, классические строчки. Вообще, смотрите, вообще бомба, мне кажется. И здесь предлагает нам Зара сочетать это все вместе с юбкой в одном комплекте. Я надеюсь, будет мой размер. Такая история. Самостоятельно ноской. Сейчас, я думаю, даже с моими сандалиями. Жилетка, сумка шоппер, сумка небольшого размера. На самом деле, какая-то тоже такая должна быть здесь. В общем, если страшно использовать какие-то яркие краски, яркие тона в своей одежде, можно взять за основу светлый белый, черный. И на этом контрасте будет действительно смотреться стильно, интересно, классно и вкусно. В общем, беру на примерку, потому что мне уж больно запал в душу этот комплект. Вот эти истории сейчас актуальны. С джинсами какие-нибудь широкими. Вообще будет классно смотреться. И вот, кстати, здесь может быть даже и жилетку, например, нараспашку, как вариант. Снова мы видим полупрозрачность. Подъюбник с ярким принтом разных оттенков и юбка. И предлагает нам Zara это все как раз-таки сочетать с футболкой. Мы здесь видим тоже перекликающиеся цвета. И опять, женственная юбка в сочетании с такой более маскулинной футболкой, оверсайз формата. И вот на разнице этих двух стекей женского, мужского, назовем так, это будет смотреться интересно. Скоро закончится лимит. Единственное, я смотрю, нам тут Zara предлагает тренч. Ну, я не знаю, конечно, да, наверное, они предлагают это как трендовый тренч, но мне, конечно, длина, ну, что-то ни то, ни сё. Вот как по мне вообще не тренд. Не знаю, я пока как-то не готова вернуться к такой длине. У меня был когда-то такой тренч лет 10 назад, и, конечно, давно у меня его уже нет. Поэтому тренч я бы не советовала. Очень напоминает форму сумок, которые сейчас очень актуальны. И очень востребованы полин, полена, полена, в общем, я его называю. Просто супер повторяющаяся. Ну, вообще, Zara, что она берет актуальные формы, тренды, фасоны и просто их реализуют по более доступным ценам. Но где-то силуэт будет нам напоминать что-то. И вот в данном случае это сумка полена. Я безумно её люблю. И она меня ждёт, на самом деле. Я сейчас вернусь домой, и меня ждёт сумочка моя полена. Будем с вами её распаковывать вместе обязательно. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Новые балетки. Ну, сколько можно? Новые балетки вот в таких стразах, полупрозрачность. Они тоже были актуальны. Не знаю, я не очень люблю этот тренд. И сильно противлюсь его покупать. Держусь до последнего. Хотя вчера влюбилась в одни балетки. Не знаю, в общем, нужны они мне или нет. Актуальные фасоны. Расслабленные такой формы. Чуть-чуть спущенные вниз. Но при этом очень классно их миксовать с более таким женственным верхом, обтягивающим. То есть не нужно вот этот балахон. На балахоне такой я девочка-мальчик, назовём это так. Все это всё делать на разнице в стиле. И это будет классно смотреться и очень интересно. Ну, кстати, возьмём вот эти расслабленные джинсы. И возьмём какой-нибудь как раз-таки трендовый верх. То, что сейчас актуально, женственно. И посмотрим, как это будет смотреться вместе. Мне уже становится тяжело. Вот, кстати, сейчас очень много смотрю вариантов ветровок. Укороченных, кстати, много вариантов. Простых, бежевых. Цвет. Ну, это не хаки такой больше, а оливковый, наверное. Но, кстати, цвет зелёный. Сейчас тоже было очень много на показах. Поэтому осенью у нас будет с вами винный, зелёный оттенок хаки. Ой, вообще мне очень нравится сочетать джинсы. Джинсы широкого такого кроя, расслабленный фасон. С какими-то вот действительно прям вот, если мы говорим, на вечеринку пойти. Извиняюсь. В какую-нибудь вечеринку можно классно пойти, надев на себя такие, получается, кэжуал джинсы, расслабленные кроя. Но красивый элегантный верх, лодочки или слингбеки. Лучше даже будет актуальнее слингбеки. Небольшую сумку в руки, красивую подческу. В принципе, если такая история, то сильное украшение может быть только браслет. То есть в эту зону лучше ничего не добавлять. И вот он классный образ для вечеринки. При этом он будет комфортный, удобный. Да, я, наверное, вот ещё хочу применять вот такую штучку. Сейчас найду свой размер. Чем мне она нравится? За то, что у неё очень классная, необычная текстура. То есть это не просто футболка. А ещё она должна быть асимметричной, такая футболочка, по мере. Мне очень нравятся вот таких сумок. Сочетание чёрного на контрасте с таким бежим. Она становится применима не только на пляже, на отдыхе, в отпуске. Но и действительно в городском лете. И, в принципе, в начале осени, сентябрь, до октября смело можно носить. Да я бы, ну, только разве со снегом не поносить, потому что просто это ткань. А так прям очень классная, вместительная такая, прям хорошенькая сумка. Классные атласные юбки. Здесь есть тоже, опять-таки, разные цвета, начиная от чёрных. Кстати, очень красивый цвет тёмного металлика. Золотистый оттенок кремовый, крем-бреле. Классно будет сочетаться с классными свитшотами, с более объёмными свитшотами. С джемперами. То есть это такая история, женственная юбка. При этом может быть либо внизу кроссовки, либо сапоги, которые будут уходить под длину юбки. И это будет отличная история на женственную осень. Ещё больше наблюдать, как в магазин будут приходить элементов бога стиля. Вот с такими валанами, такими ажурными. Кстати, очень красивая ткань. Поэтому тоже, опять-таки, сочетать очень классно. Не только цельный образ вот такой делать. И этот будет тоже, на самом деле, актуально. Но и сочетать это с более грубыми элементами. Возьмём это из основы, опять-таки, даже Зара здесь нам предлагает. Сочетаем с джинсами. И будет классный, стильный образ. Пожалуй, возьму, посмотрю. Единственное, конечно, меня смущает. Здесь небольшой нюанс в виде выреза большого. Посмотрим, как с этим быть. Но, если интересно, то я вам обязательно покажу. Жемчуг. В любом случае, опять, Зара выпускает просто более новое исполнение. Я покупала здесь многослойные буси. Сейчас вариант коротких, больших бусин. Они немногослойные, но при этом два в одном. Более тонкие, более толстые. Серьги. В общем, жемчуг тоже с нами. Остается. Вот тренд. Кардиган. Притальный силуэт, женственный образ. Зелёный цвет. Кстати, интересная вязка очень. И, опять-таки, предлагает Зара сочетать это всё с более широким низом. То есть, не всё такое должно быть в облипку ни скини, ни джинсы. А, действительно, здесь женственно, здесь чуть расслабленно. Снова мы видим цвет. Цвет. И хочется мне здесь акцент сделать не только на цвете, но и на актуальных ещё ремешках. Этот тренд остаётся. Здесь достаточно... Ну, нет, не высокий каблук, на самом деле. Но это такие слингбеки на более высоком каблуке. И с актуальным сливовым оттенком, цветом бургунди. Хочется вновь поговорить о юбках. Мне кажется, я о юбках столько ещё вообще никогда не рассказывала, как в этом выпуске. Но, на самом деле, их просто сейчас очень много. И, например, хочется сказать сразу про анти-тренд. То, что юбка-плиссе классическая. Вот эти складки. Она ушла от нас уже как такой анти-тренд. Но на смену ей пришли более интересные фактурные юбки. Тоже, казалось бы, намёк вроде бы на юбку-плиссе. Но она такая более расслабленная, более интересная. Плюс есть трендовая деталь, многослойность и полупрозрачность. И уже юбка выглядит совершенно по-новому. Очень интересно и красиво. Посмотрим, как это будет у нас вместе играть. На контрасте фактур тоже образ становится более интересным. Его хочется рассматривать. Потому что одна фактура перетекает в другую. И не просто всё в одном цвете или в одной фактуре. Такая история, которая, возможно, пригодится, чтобы создавать с ней разные многослойные образы. Тоже футболка. Какая красота. Листок золотой. И опять-таки красный бордовый оттенок актуальный. Сердечки. Вот, кстати, сейчас такие сердечки очень угрозный форм. И не слишком за это будет инфальсивно. Ну, если не одеться, вот прям совсем а-ля девочка-девочка-припевочка. Но сердечки сейчас также актуальны. Также актуальны остаются массивные украшения. Ну, так, по своему опыту скажу, что, конечно, если они тяжелые, долго в них не проходить. Но на какое-то мероприятие будет смотреться отлично. Вот, кстати, я бы посмотрела из обуви. Ну, конечно, сейчас все равно уже вот массивные. Такая прям грубая. Грубовая обувь тоже потихонечку у нас уже уходит. На смену лучше взять, не знаю, в Жакейске более аккуратные сапоги. Юля, тащи мешок. Будем складывать в новый мешок. Ну, хотя, вот такие вот сапожки более женственные. Интересный тоже каблучок тут у них. Необычные. Только размер вот не мой. Все, я готова. Погнали. Еще раз. Погнали. Началась моего любимого сочетания, когда есть что-то более облекающее сверху, снизу более свободный крой от джинса. А особая история с фактурным топом. Получается асимметрия, открытое плечо, красивая фактура. Есть необычные вот эти вот вкладочки красивые. Ну, и цвет белый очень сильно всем идет, освежает прекрасно. Можно дополнить небольшой цепочкой, браслеты на руку, или, например, акцентные сережки сюда тогда ничего не добавлять, и получается очень классный образ. Начало осени. Замечательно. Сверху можно накинуть для тепла, если мы на улице, косуху, жакет, кардиган. И в помещении можно раздеваться и вот так вот красиво ходить. Обувь, кеды, кроссовки, ботинки, когда уже пойдет похолодание, тоже будет отлично вписываться. Здесь, на самом деле, я решила сразу прикинуть ту самую жилетку, но по факту футболку я бы надела сюда другую. Здесь я взяла обычно белую базовую футболку, и будет классно для многослойного, классного такого же образа. Ну что, конечно, снова не осенняя история, но согласитесь, очень красивая, романтичная эти валаны, рюши. Смотрятся очень красиво. Ручки очень красивые, рукава, вот эти детали. Ну, нужно учесть, что здесь достаточно глубокий вырез, ну и то, что это укороченная история. Хотя вот так с джинсами смотрится просто божественность. Красивый зеленый оттенок. Мне нравится, что он так выглядит достаточно уконечно. Не совсем на 100% уверена, что именно с этим донимом классно. Сапоги надела, взяла сапоги, которые со скидкой. Так, одна нога 39-я, а другая 37-я. И я вот думаю, это потому что они на сейле, кто-то перепутал ноги. Как бы интересно, да. Но не скажу, что я очень люблю вот именно такую стилистику, хотя на контрастах фактур это смотрится интересно. Вот так мне больше как-то нравится сочетание юбка с оверсайз-футболкой. Такой интересный образ, интересный принт. Хочется покушать уже. Наше классическое черно-бело сочетание, жилетка, юбка. Смотрится просто. Ну как, нет, не просто. Смотрится красиво. Я имею в виду простое, просто жилетка, просто юбка. И это вместе, вместе это смотрится прям замечательно. Как предлагает нам Зара. Зара создала этот комплект вместе с этими брюками. Брюки у нас укороченные, 7,8. Сейчас покажу сразу, как они смотрятся вот здесь. Здесь плотная ткань, хорошие красивые кармашки сзади. Ну сзади у меня не сильное прилегание, но мне на самом деле нормальный этот размер сидит. Обычно хуже за брюками дела обстоят. Здесь я надела на себя простую белую базовую футболку, потому что с ней можно сочетать все, что угодно. Получается лаконичный, классный, спокойный, трендовый образ. Прекрасно подойдут кроссовки. Подойдут сюда лоферы. Замечательно, кстати, вот с лоферами. Вообще, мне кажется, очень классно. Будет здесь у меня коричневые лоферы. Это все миксуется сумкой. Я решила примерить сапогами. И тоже получается очень классно и интересно. Потому что у сапог как раз такой коричневатый оттенок. Очень классно играет с оттенком бежевого. И из этого получается очень стильный такой образ. У меня прям все беру, короче говоря. Вот весь образ. Принт классный, очень замечательный. Вообще смесь между собой сочетается. Ну вот, как будто бы чуть-чуть хочется ее сделать покороче. Да, вот так смотрится интереснее. Но есть нюансы. Юбку достаточно сложно застегивать. Потому что здесь очень много пуговичек. То есть эту историю можно еще больше поднять. Разрез вот у этой юбки верхней. Но реально прям помучаться надо, чтобы ее надеть. А так, если мы говорим про холодное время года, можно найти джемпер объемного формата, однотонного цвета. Потому что здесь уже все-таки есть принт. Поэтому у меня сейчас немножко даже что-то диссонанс происходит между принтами. То будет интересно. Я сейчас ее пытаюсь снять. И понимаю, что это просто мучение. Чтобы снять, чтобы надеть. Напишите в комментариях. Вот вы готовы, если вам вещь безумно нравится, классно смотрится. Вы готовы мириться с тем, что это неудобно. Что это неудобно надевать, снимать или пользоваться. Но при этом это эстетически, конечно, красиво. Рубашка а-ля кимоно. Нужно прям себя завязать. Но посмотрите, насколько она классно, очень женственно смотрится. За счет этих необычных линий, складочек, вот этих вот деталей. То есть на самом деле приходится прям себя, ну так скажем, перевязывать, обвязывать. Но это действительно придает вещи динамику и интерес. Очень красивые рукава. Такой получается, ну немножечко, да, небрежный вид. Сзади мне нравится тоже спиночку, вот эти вот детальчики. Я тут увидела на скидках просто туп вязаный. Посмотрите, как можно интересно еще больше усложнить рубашку и этот образ. Я прям не могу, мне так нравится. Ну здесь может быть все что угодно. Осень, это лоферы, кеды, кроссовки, ботинки. Ну и тот самый костюм. На самом деле вроде бы Zara, но в то же время не Zara. Почему? Просто потому что настолько интересная фактура, настолько сложная вот эта вот обработка ткань, фасон, цвет. Выглядит так, как будто это что-то из другого бренда, какого-то более люксового, потому что и качество, и вот скорее всего какая-то может быть даже линейка у них определенная. Смотрится дорого, красиво, прям замечательно. Какая интересная тут система. Вау. Технологии до чего дошли. Вот так вот все можно просто самим оплатить, как продуктах, знаете. Все проверили. Получился такой интересный обзор. Я ушла, конечно же, с покупками. Ну в целом, наверное, если сделать общий вывод, не скажу, что пока здесь очень много осенних действительно позиций. Почему-то мне кажется, что в Европе уже ассортимент осени, он побольше, чем в Эмиратах. Но это и понятно, потому что разный климат. Поэтому мы ездим за Зарой и другими брендами, конечно же, в Италию. Там более адаптированный ассортимент для европейцев. А, собственно, для нас с вами. Чтобы не пропустить следующие наши поездки на шопки-марафоны, обзоры из магазинов. Обязательно подпишитесь на канал, а также переходите в наш клуб шпаголиков. Мы находимся в Телеграме. Перейдите по ссылке. Это наше сообщество выгодного шопинга за границей. Мы с командой летаем для вас в Европу, в США, в Дубай на шопинг. Ведем трансляции из бутиков, из магазинов. Мы находим самые классные скидки, предложения, тренды, стильные решения. Все это транслируем в нашем Телеграме. А вы просто выбираете, вам что-то понравилось, кликаете, пишете нашей команде «Хочу эту вещь». А наша задача – купить и организовать доставку до вас. Поэтому присоединяйтесь. Ну и до новых встреч в новых выпусках. Пока!